Свой план развития сегодня определяли в Урмарском районе, заодно подытожив работу за прошлый год. В совещании принял участие заместитель председателя кабинета министров, глава Минсельхоза Сергей Павлов. Гости побывали на одном из предприятий Урмар по пошиву верхней одежды. Вручили ключи от квартир новостелам в так называемом социальном доме. Квадратный метр в нем получили ветераны, вдовы участников Великой Отечественной войны, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Новоселом стала и вдова участника войны Клавдия Петрова. Она переехала в поселок Урмары из частного дома в деревне Шигали, рассказывает ее родственница. Ведь вначале и не думали, что на такую квартиру дадут. Но она жила в деревне, с мужем жила. Топили, здоровье пока было, воду носили. В 2006 году муж, участник войны, Григорий Петрович, ушел от нас. Ей стало, конечно, труднее. Жить-то она смогла бы, наверное, но воду таскать уже не может. Топить тоже. И удобства уже нужны пожилому человеку. Итоги социально-экономического развития района подвели на совещание в администрации. Здесь же расписали план действий, который должен улучшить жизнь людей. По растеневодству вы сделали шаг вперед. Конечно, по 2012 году были объективные снижения. Но, скажем, на сегодняшний день, скажем, или в этом году произвести 40 тысяч тонн зерна для Урмарского района, я думаю, что это не такая большая проблема, а это задача, которая выполнима и которую нужно выполнять. Но, что касается растеневодства, то здесь, конечно, есть определенные проблемы. Поголовье коров в организациях. Вы находитесь на третьем месте снизу после Козловского, Шумерлинского района. Даже Марпасадский район в этом году уже по поголовью обогнал.